Здравствуйте! В этом видео я вам расскажу про самый урожайный сорт Лёшки, очень вкусный, сладкий и неприхотливый. Это сорт Легенда Тарасенко. Он один из самых моих любимых, потому что реально высокоурожайный, вкусный, подходит для всего. Идеален он во всех отношениях, от выращивания до консервирования. Несмотря на то, что этот сорт индетерминатный, в теплице он вырастает до двух метров. Также можно его выращивать и в открытом грунте, и под пленочными укрытиями. Все зависит от вашего региона. У меня кузбасс Сибирь, и я выращиваю его в теплице, и я не позволяю ему вырастать до двух метров. В Сибири он просто у нас не успевает вырасти, поэтому я выращиваю его для позднего созревания и прищипываю ему макушку примерно после метра двадцать. Этого будет достаточно. Также я выращиваю по китайскому методу. Это очень просто. На стадии выращивания рассады я обрезаю рассаду после четвертого, либо после пятого листочка и заново укореняю. Тогда он там приживается примерно в течение двух недель. Немножко срок отодвигается, созревание, и чуть позже его высаживаю именно в теплицу. Это дело для того, чтобы собирать плоды практически самыми последними, чтобы они лежали у меня там до октября-ноября месяца. Они спокойно лежат, и буквально недавно я закатала последние баночки именно с этим сортом. Также в теплице я его прищипываю после примерно четвертой, там пятой кисти. Это максимум, этого будет достаточно. Это около метр двадцать. Вот почему у меня все кисти практически на земле, потому что это именно китайский метод. Мы укореняем заново, сажаем, и даже у нас примерно после седьмого-восьмого листочка уже начинает образовываться первая кисть. Этот сорт от украинского селекционера Тарасенко. Раньше, еще много лет назад, данные сорта были гибридами. Так многие использовали именно для скрещивания сан-марцану, но сейчас это уже стабильный сорт легенда Тарасенко. У него очень много сортов, все прекрасные, урожайные, сочные и сладкие. Плоды сливовидной формы, на кончике томата есть вытянутый небольшой носик, именно это характерная черта. Масса плодов 60-80 грамм. Кисти очень крупные, с большим количеством томатов, увешаны помидорками. В одной кисти могут быть по 10-15, а то и даже по 25 томатов. Сорт очень вкусный, сладкий, всем рекомендую его выращивать. Идеален для цельного консервирования. Помидоры в банке не растрескиваются, кожица плотная, но не сильно толстая, что-то в виде среднего. В биологическом созревании, в самостоятельном, по вкусу они ничем не отличаются друг от друга. Хорошо хранятся помидоры долго, в течение 3-4 недель. Это уже полностью созревшие, если снимать их полузелеными, они хранятся еще дольше. Посев был в 10-х числах марта, высаживала на постоянное место в середине мая, также можно высаживать в начале июня. Устойчив к заболеваниям, но требует подвязки, посынкования на усмотрение. Выращивала 1 год вообще без посынкования, был увешан полностью томатами, только успевала его подвязывать. Если выращивать без посынкования, нужно обязательно обрабатывать от заболевания, потому что будет большое количество листвы. Можно выращивать 2 стебля, в открытом грунте рекомендую выращивать 2-3 не менее, тогда точно будет увешан большим количеством плодов. В открытом грунте тоже прекрасно растет. Ну а на сегодня это все, заходите ко мне на канал, смотрите другие видео. Кого интересуют семена томатов, пишите мне на ватсап, вышлю вам каталог. Всем спасибо и до новых встреч!